Приветищи! Это Зельда. Мы находимся с тобой в деревушке Кака-Рика. Зайдём сейчас к бабушке, посмотрим, скажет ли она нам чего-нибудь новенького, потому что мы вспомнили уже целых три воспоминания. А ничего она нам и не сказала. Ну, значит, до свидания. Ладненько, раз бабуля нам ничего не дала, попросим тогда у статуи. Значит, чё просим? Давай-ка капсулы сердца. Ооо, спасибо. Спасибо-спасибо. Спасибо. Почитав комментарии, я понял, что воспоминания всех устраивает, но хотелось бы чего-нибудь новенького, например, найти хотя бы одно из четырёх чудищ и освободить его. Если ты забыл, то чудища это четыре машины, которые должны были помочь остановить Ганнона. Одно из таких чудищ мы уже видели. Это летающая гигантская птица, роботизированная. Ооо! Иго-го, бро! Неужели ты выбрался? Отлично! Как ты это сумел сделать, дружище? Сам да выкарабкался вон оттуда, снизу. Ай да красавчик, дайте поглажу. Гляди, чё нашёл. Какой-то пень с листочком. Но мы уже с тобой догадываемся, что это. Здесь должен появиться маленький лесной друг. Давай сюда. Опачки! Это же спринт! Спринтуха! Надо быстрее туда мчать. Давай, гого-го, бро! Неси меня, как ветер! Тьфу ты, ну ты чё, ты боишься-то? Тут высоты-то никакой! Капец! Косячишь, бро! На шашлик пущу, если не будешь ехать! Давай, помчали! Времени в обрез! Сдох, эго-го, бро! Не может больше бежать! Короче, решил сделать следующее. Коня гулу оставил вон там, внизу. Значит, встаём сюда. Бежим быстренько, спускаемся. Ну, давай, на параплане. Вот таким вот макаром, чтобы эго-го, бро не нервничал. Теперь эго-го, бро, твой выход, давай! Быстренько, быстренько, время течёт. Здесь нужна скоростная лошадь. Но я думаю, что мы управимся и с эго-го, бро. Давай, 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 чётко осталось. Ну! Тьфу ты, ну ты! Сам справлюсь, добегу! Ю! Какие интересные цветочки. Что это такое тут? Что-то, собственно, происходит. Любопытненько. О, а это кто там такой? Погоди. Знакомый чувачок. А, не, я думал, это один из героев. Но это не он. Это попугай, играющий на гармошке. Пойдём с ним поболтаем. Я совсем не заметил, как ты здесь оказался. Просто я задумался над песней своего учителя. О, у тебя на поясе... Это ведь... Извини, это не моё дело. Слушай, а ты птица? Ты что, никогда Риты не видел? Позволь представиться. Меня зовут Каз. Я путешествую по всему миру в поисках старых песен. В одной из песен поётся об этом месте. Хочешь послушать старую песню этих краёв? Ну давай, сбацай мне. Я с удовольствием спою её для тебя. Я думал, это он будет петь. На самом деле, мне придётся, да? Сквозь два кольца стрелу пусти. И миру явится святилище. Героя испытания. Чё, всё, что ли? Полагаю, под кольцом имеются в виду эти камни с отверстиями. Но где святилище? И какое испытание ждёт там героя? О, эта тайна будоражит моё воображение. Пусть будет светил твой путь. Вот так-то. Мы разузнали ещё об одной загадке. Сейчас пульнём, значит, стрелу. Только с какой стороны. И в какое кольцо. Тут их несколько. Здесь. Там. И, по-моему, ещё одну сзади. Шишбы там. Может быть, с другой стороны попробуй. Я сейчас все стрелы потрачу. Это капец. Нет, тухлый номер. Повёлся на фокусы этой птицы. А там ещё. Капец. Ты посмотри, сколько этих. Колец. Ох ты ж. Щеборщи. Ты помнишь этого чудилу? У него же брат салет из оружия. Надо бы на него залезть. Что ж. Настало твоё время. Огромное чудо-юдо. Кстати, уже день настал. Уже 15.30. А он всё дрыхнет. Вставать уже пора. Надеюсь, что я смогу на него вскарабкаться и забрать с него ожерелье. Желательно всё. Всё. Ещё я бы хотел, чтобы он не пришиб меня своей гигантской рукой. Покуда лучше... Тихо, тихо. Ай, фух. Пронесло. Это было рядышком. Давай, залази. Залазим, залазим. Тихонечко. Ну давай. Так не получается. Там у него такое оружие крутое. Тихо. Тихо, 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 тихо. Не-не-не-не. Ты не должен был проснуться. Ну ё-моё. Ну ё-моё. Я тут крадусь. А лошадка мне бы-то сейчас пригодилась. Любая. Любая лошадка. Чё, драться с ним, что ли? Он, в принципе, не такой уж и мощный. Одеваем доспехи. Я готов. Иди сюда. Будем сейчас с тобой махаться. Камушек только не бери. У меня три стрелы, я совсем про это забыл. Чёрт, как близко. Как близко. Что ты хочешь? Вот так. Готовченко. Пощекочим ему. Оружие могу взять. Рыцарская алебарда. Нифига себе. Снимаем всё. Всё-всё-всё. Походный меч свистнул. Кайфово. Значит, одеваем рыцарскую алебарду. Где она? Ууу, какая она классная. Жесть. Ну всё. С таким комплектом я тебя точно укокошу. Наверное. Наверное. Дерево. 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 Не тр... Хотел я сказать, не трогай дерево, но позднее. Он может в меня кидануть эту фигню. Пощекочим все пяточки. Валим. Оооо. Зажал меня в ладошки. Эй, вставай, шашлык. Хватит дрыхнуть. А я-то здесь. Так, я где-то застрял. Я застрял в утрусах. Ужас какой. Давай, красавчик. Иди ко мне. Между ног вот так хлыпыш. Провизжали. Я маленький, да вот даленький. Ещё разочек. Повторим. А присесть сможешь? Конечно, было бы хорошо, если бы ты на пукан сел. Это прям вообще шикарно. Так. Сел? Почти. Почти сел, но не до конца. Попытка номер 33. Ну что ж такое? Он не садится и не садится. Чуть-чуть осталось. Чуть-чуть. Уже закат. Надеюсь, до заката я тебя ушатаю. Блин, алибарта рыцарская сломалась. Придётся ржавыми его шатать. Оооо. Опасненький приём был, да? Но попа твоя меня не поймала. Не остался мой след. На твою же пендре. На тебе и в глази, Индрю. Ещё одна алибарта сдохла. Достаем меч. Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть. Последний удар. Готов! Неужели я его ушатал? Это было потно немножко. Но в целом нормально. Какое сердце огромное. Сердце Хинокса. Зуб Хинокса. Сколько здесь запчастей? Жареный краб. Жареный краб. Откуда на нём был жареный краб? Наверное, на малете висел. Ноготь Хинокса. Сколько здесь ногтей? Жареный окунь. Ещё один жареный окунь. Ну вот и приехали. А башню-то знатненько охраняют. И волшебники бегают. И водяные ящеры. И там вон ещё какое-то чудо. А, это тоже ящер. И как быть? Как нам туда пробраться так аккуратненько? Кстати, у этих магов жезл электрический, не огненный. О, здрасте. Чё, приплыл? Ну иди сюда. Плюёшься в меня? Хулиган. Ладно, я в тебя сейчас тоже плюну. Только стрелой. Ну выходи, выходи. Лови в черепуху. Я чё на тебя все стрелы спущу, э? Чукча. Влази из воды. Давай биться нормально. На суши. Всё. Хана это чепушили. Посмотрим, что у тебя здесь есть. Заврохвост. Отлично подойдёт для Зили. Эта штука, чё это такое? Дракония Бокопальца. Довольно мощная. Есть! Прям по жопе попал. Чё, подбежит ко мне он сюда или нет? А он, по-моему, пофиг слушай. Ну попала стрела в попец. Ну и чё? Я буду дальше бегать по воде. О, господи. Как вот с ними воевать, а? С этими чудиками. Ладно, пойдём в рукопашку попробуем с ним побоевать. Сейчас сберёмся на эту ковшинку. Где воды нету, вот тут вроде бы сухо. Отлично. Чё ты мне рукой машешь? Беги ко мне, пупсень. Я возьму вот эту вот штуку. Змеиный копьё называется. Будем пробовать его уничтожить издалека. Ай, опять в воду залез. Чёрт подери. Давай-ка мы доспехи оденем на всякие пожарные. А то я без доспех. Найте пятку под плач. Готов. Ой-ой-ой, там, 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 там эти плывут. Ящеры. Надо валить отсюда. Собрал скобку монстров. Чё там, эта фейка бежит за мной? Ага, вот они, следы её. Ну чё, давай разберёмся. Ой, как больно-то. Давай разберёмся, как мужики на суши. Всё, полёк. Ништя, готовенький один. Собрать у него нечего. А вот жезл есть. Жезл Гросс. В камне этого волшебного жезла скрыта мощь молний Хайрульского Увалья. Выпускает шаровые молнии, не годится для ближнего боя. Ну и хорошо. А жезл я возьму, пожалуй. И будем мы сейчас своей палочкой-вырубалочкой магической вот этой вот вырубать всех, кто в воде плавает. Блин, тут, конечно, оружия дофигища. Причём такого нормального оружия-то. О, посмотри, какие у них копья. У них двузубцы. Электрические, по-моему. Дай-ка пригнёмся, не будем их лучше тревожить. А то они могут мне нормально так навалять. Какие-то серьёзные пацаны. Двойной Завророган? А вот это чё такое? Рыцарский щит! Ёшки-матрёшки! Нифига себе! Вот это тоже я хочу свистнуть. И вот это тоже свистнул. Завророган, обычный. Фига себе, полянка, да? Вооружились так с тобой знатненько. Ну чё, иди сюда. Иди, иди. Ой! Ой-ой-ой-ой! Нифига себе, как эта штука пуляет! Я просто один снарядик хотел выпустить. Чё-то не докидываю я, однако. Блин, ему пофиг, что я в воду пуляю, да? Капец, его не берёт. Это палка-вырубалка моя магическая. Особенно, когда он в воде. А, ну потому что он сам электрический. У него урок электрический, видишь? Будем сейчас его вытаскивать с водички копьём. Блин, у него урок... Рок шмаляет электричеством. До него не дотронуться. Смотри-ка, а на сушу-то он не хочет. Только на воде дерётся. Блин, ну и как быть? Чё, напролом, что ли, лезть? Ладно, давай попробуем напролом. Посмотрим, чё получится. А, слушай, по-моему, всем по барабану. Никто даже не обращает на меня внимания. А вот, собственно, и чудище летает. Одно из чудищ, которые нам нужно отобрать у Ганана. Единственная проблема, что оно находится в небе. И как до него добраться, я фиг его знает. О, нифига себе! А ты чё здесь делаешь? Офигеть! Кого высматриваешь? Чё-то там палишь. Я ничего там не вижу. Давай поболтаем с ним. Ммм, слишком высоко. Но не для птиц и людей. Вот бы посмотреть. Я могу его напугать, либо сказать что-нибудь. Давай напугаем. А, ты-ты-ты-то тут откуда напугал? Как ты забрался на эту башню? Посмотри на этого чудика. Что? Спрашиваешь, как я сюда попал? Некрасиво отвечать вопрос на вопрос. Ну да ладно. Я исследователь, изучаю птиц и людей. Мне сказали, что в этих краях их много. Пришёл я сюда их искать. А земля как затряслась. И вот я уже на самом верху какой-то башни. Спуститься не могу. Поэтому решил здесь поселиться. Но трудности закаливают характер. К тому же это отличное место для изучения птиц и людей. А как ты забрался на эту башню? Впрочем, важнее другое. Как ты отсюда спустишься? Ну я так чё, я просто полечу? Что? Ты умеешь летать, как птицы-люди? Правда? Я много лет пытаюсь придумать, как хайлийцы могли бы научиться летать, как птицы-люди. Говоришь, умеешь летать? Но только вниз? Ну, так я и сам могу. Ааа, ты не летаешь, а планируешь. Сойдёт. Я замерю, сколько ты полетишь, проведу нужные расчёты и пойму, как именно летают птицы-люди. Значит так. Ты прыгаешь отсюда и летишь как можно дальше. А я замеряю расстояние. Это птица-людоиспытание номер один. Если уйтишь далеко, получишь награду. Согласен? Подожди, нет. Я пока не полечу. Ааа, прежде чем попасть сюда, я познакомился с девчонкой, мечтавшей полететь на небо. Я решил помочь ей осуществить мечту. И когда-нибудь я достигну своей цели, приходи, если захочешь помочь. Да я тебе сейчас помогу, я только башню активирую, подожди. Всё. Я... я готов приступить к твоему исследованию, птицелётному испытанию. Ты это, только не забудь про 20 рупий за страховку. Ну, ты согласен лететь? Да согласен, согласен. Просто замечательно. Ты прикинёс, меня ещё 20 рупий содрал. Хе, чистый еврейский поступок. Ну чё, эээ, с тебя 20 рупий за страховку идёт? Чё, ещё что ли? С ракет в итоге? Ладно, на. Да начнём же полёт. Чтобы улететь как можно дальше, учти направление ветра. Выбери место для приземления и следи за запасом сил. Ну хорошо. Я тебя услышал. Прыгай, когда захочешь. Чтобы начать, птицелюдоиспитание номер один. Лети навстречу открытием. Хорошо, я тебя услышал. Так, значит. Эээ... Ветер. Куда дует ветер? Пальцем он показывает туда. Но ветер туда не дует. Это просто он пальцем туда тычет, да? Ой, ладно. Разбежечку брать? Нет. Разбежку не будем брать. Это выносливость. Она мне ещё нужна, чтобы держаться за параплан. Всё ж, я готов. Ладно. Смотри мне. За страховку деньги потом верёшь. Полетели! Чё-то как-то я не туда полетел. Там слишком высоко, если я буду падать. Какие-то овраги лечу. Ой-ой-ой-ой. У-ху-ху-ху-ху. Печаль, печальная печаль. Как же я потом до ИГГБРО буду добираться? Чёрт возьми. Зачем я пошёл и повёлся на это испытание? Сил уже нет почти. Скоро будем падать. Скоро-скоро-скоро падать. Я думаю, что зацеплюсь здесь. Всё! 450 метров пролетел. Ну как? О, неплохой полёт. Молодец! Твой результат 456,2 метра. Это маленький шаг великой цели. И когда-нибудь мы её достигнем. Что? Хочешь получить своё вознаграждение? Ммм, вознаграждение. Неужели тебя только деньги интересуют? Ладно. Обещание есть обещание. За новый рекорд ты получишь 21 рупий. Шутка! Хе! О, 50 рупий мне дал. Ну, неплохо. Ну, как насчёт ещё одного полёта? Он бы здорово помог моим исследованиям. Нет, спасибо, на сегодня хватит. Как жаль. Видимо, у тебя есть на это причины. Я буду и здесь, если передумаешь. Птица-людоиспытание не завершено. Хорошо. Я к тебе как-нибудь в другой раз приду, когда у меня будет побольше выносливости. Я смогу пролететь как можно дальше, чтобы истрясти с тебя огромную сумму денег. Ну что, кажется, я нашёл решение, как добраться до первого чудища. Нам нужен птица-человек. Одного такого мы уже с тобой видели. Ух, какая тучка-то к нам направляется. Надеюсь, она до нас не дойдёт. Смотри, а чё это там? Чё это такое? Смотри, какие статуи. Точнее, головы статуй. Похоже на каких-то динозавров. А вон там, вон на голове, вообще какая-то фигулина есть. Оранжевенькая. Поехали-ка туда. О, пришедший в земли грома. Я подвергну тебя испытанию. Когда четыре души займут свои места, они укажут тебе путь к испытанию героя. Ух ты, вот это я пришёл. Испытание в грозу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Копьё надо срочно снять. Переходим на древесное оружие. Забрался на эту штуку. Итак, что мы видим? Мы видим здесь маленьких каменных големов. О, блин, а как их долбить-то? Подожди, а как их победить? Если тот здоровый был с камнем на башке, то у этого нифига нет. Как его победить? Бестолку вообще, смотри. Чё с ним делать-то? Может просто от него бежать? Ладно, давай, короче, сферу духа возьмём. Там сфера духа зелёная стоит. Всё правильно. Тут жёлтая, её не вижу. Здесь фиолетовая должна быть. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Отстань от меня. Голыба камней. Чё-то за мной привязалось. Значит, берём камень духа. И вкидываем его сюда. Я так думаю, сюда. Ух ты! Меч! Электричество собирает. Чё за меч? Ржавый клеймор. Ну вот, пусть он тут и стоит. Молния-отвод будет. А мы взбираемся наверх. Блин, сейчас же мокро буду скользить. Плохи мои дела. Очень плохи. Где мой лук? Стрел нету, как обычно. Шикарно! Чем стрелять, не знаю. Огненной стрелой, что ли? Давай попробуем огненной. Чуть-чуть толкнул, но это не сработало. Попробуем ещё одной стрелой толкнуть. Есть! Уронил, кажется. Правда, огненные стрелы потратил. Походу, я сегодня истрачу все стрелы. Кстати, у меня же бомбовые стрелы есть. Может быть, это облегчит мне задачу? Они не взрываются. Просто так нужно попасть в какую-то плоть. Хорошо, что они... Давай-давай-давай-давай. Хорошо, что эти бомбы не взрываются, и стрелы я сейчас просто подберу. Блин. Плохо дело. Где стрелы? Верните меня стрелы. Одна здесь лежит. Есть! Забрался! Офигеть! Сейчас я стрелочки тут подберу все, которые напулял сюда. О, там ящики. Нафиг сферу, пойдём ящики открывать. Ай, в пуканечках прилетел снаряд каменный. Теперь вопрос в следующем. Как нам поднять эту сферу наверх? Да вы задолбали. Ханать тебе сейчас настанет. Иди сюда. Вылазь давай. Давай, вылази. А, зоб осьминоса же есть. Точно! В эту сторону вроде бы ветер дует. Значит, делаем следующее. Кладём. Берём зоб осьминоса. Одну штуку давай попробуем. Получится, нет? Ну-ка. Маловато, кажется, будет. Хотя, в принципе... Ну да, маловато будет. Значит, пробуем две. Кидаем. Две поднимает. Нормальненько так. Берём стрелы. И стрелы... Так. Нет, так не прокатит. Как бы нам теперь эту сферу... А, ну, они лопаются. Блин, вот же гемор с этими сферами. Всё не так-то просто, как казалось бы. Оказывается, всё намного проще. Я дубалом. Серьёзно. Смотри, как это делается. Не нужен даже никакой зорб. Вот так вот подпрыгиваем. И... А, не, не получилось. Я думал, я подпрыгну и закину. А, не получается. Короче, с зорбами я чё-то подзапарился. Давай попробуем по-другому. Берём, значит, бомбочку. Кладём. Стой, бомбочка, не катись. Тебе нельзя катиться. А, пофиг на тебя. Возьмём такую квадратную. Значит, кладём. Эти тоже кладём. И теперь надо подорвать. Только мне кажется, что она не туда полетит. Ну, сейчас проверим. У-у-у, почти. Слушай. Есть! Залетели! Ништяк. И никакие зорбы нафиг не сдались. Давай, закатывайся, говорю. Закатывайся! Неужели всё? Чё-чё-чё произойдёт сейчас? Ой, мамочки. Ой, мамочки. Чё-то лезет из-под земли. Опасно ей. Ой, эй! Субтитры подогнал «Симон»